Вы не поверите, мой старший сын решил сводить меня в ресторан Мэйс. Извините, если неправильно произнесла. Лифт был с табличкой закрыто. Мы зашли через вход и здесь увидели лестницу. А что сделали прохожие и работники ресторана, у нас был шок. Вкусная котлета? Да. Слава Богу. Дети у меня идут. Третий, четвертый день на полиглатики идут. Да? Во всей новенькой одежде. Спонсор наш папа. Спонсор показывает. Вчера мои дети так долго спали, что я психологически очень сильно отдохнувшая. И если вчера перед сном я говорила Тёме, что мы никуда не едем, он ждал этот лагерь, что я буду свободна, он ждал того, что я буду с ним ездить по ресторанам, в кино. И я сказал, что я очень сильно устала. Сегодня четвертый день лагеря и мы все равно с ним никуда не едем до сих пор. Я все это сказала ему вчера вечером. А сейчас, выйдя из полиглотиков, солнышко, ты не вовремя, это Питер, здесь не должно быть солнца. Выйдя из лагеря полиглотики, отдав туда детишек до половины третьего, я написала Тёме, что давай собирайся, если ты встал. Он сказал, что он за час соберется, не знаю, куда мы поедем. Но, видимо, психологический отдых, он гораздо важнее, чем физиологический. На самом деле, я просто все время высыпаюсь, у меня нет хронической какой-то усталости, недосып. У меня обычная просто усталость от боли. Такого, чтобы я не досыпала, у меня такого нету давно уже, может быть, полгода. Я хорошо, нормально сплю. Я мало очень сплю, я высыпаюсь. У меня другие проблемы, но с этим нет проблем. Видимо, вот то, что детки были вчера, не были, а детки спали. Да что такое солнце где-то, где-то. Детки спали, я от этой тишины так отдохнула и набралась сил. Еще я погуляла с мамочкой-одноклассницей, что я готова дальше на подвиге возить Тёму на коляске. Очень-очень тяжело, и мне становится все тяжелее. Тема толстеет, растет. Но погода хорошая, 22-23, где-то будет днем 25, но потом резко польет дождь, и будет 20. Поэтому погода хорошая для прогулки, не утомительная, не жаркая, я надеюсь. На чем поедем, пока что не знаю. И сейчас он собирается. А я приглашаю вас не знаю куда. Добро пожаловать на мой канал, который когда-то был каналом мамы маленьких детишек. Потом детишки выросли. Это стал канал про ревматоидный артрит. Ну, сейчас вы, так сказать, снимаете сливки всего, что было за эти годы, получаете вот такой готовый канал о жизни мамы. Ну, не очень-то маленькими, с детьми 6-8 лет и старшим инвалидом 8-летним. Вот такой вот канал вы получаете, и вам будет интересно и не скучно, и где-то кто-то подзаряжается какой-то мотивацией от нас, как будто бы это сложная какая-то жизнь. Но на самом деле это сложная жизнь в плане того, чтобы все это сменит, жарить вовремя, продумать, спланировать, прописать. Вот это сложно. А просто гулять, сидеть дома, лежать несложно. Так, надо, девочки, чтобы хватало на все это времени. Что сделать? Разгрести свое домашнее хозяйство. Меньше им заниматься. Все, пока. Я не знаю, что... Нужен какой-то чехол, может быть? Дорогие друзья, мы с вами едем в сторону Лахта-центра, а дальше пока не знаю. Так, видим флаг, но не понимаем. Поверните на... Та-дам! А я другое читал, другую историю. Ну подожди. Страшные истории не будем на фоне Лахта-центра рассказывать? Пугать девочек. Истерика. Мы въехали под какой-то шлагбаум без тикета, тикет не вышел. И тут флаг сменился. И мне как-то не по себе. Тёма говорит, это другой флаг просто. Так, дорогие друзья, Тёма привёз меня в ресторан Кристоф. Правильно, как Кристоф или Кристоф? Не знаю. Мы находимся прямо около Лахты. Вот. И тут... Это открытый ресторан. Сейчас все рестораны закрыты, которые мы хотели выбрать. И радует, что здесь уже они работают в 12 часов дня. И мы пришли завтракать, получается. Очень милые два зала. Но Тёма хочет ещё в один ресторан. Такая проблема, что за стенкой ресторан Милс от Гинзы. Поэтому, кажется, нам придётся поесть в двух местах подряд. А ещё мы ограничены во времени. У нас всего лишь час десять. Ну или ладно, полтора. Там чуть-чуть опоздаем. Ой, я вижу там среди зелени маранту. Посмотри тут салат. Салат посмотреть. Салат, смотрю. Селёдка под шубой. Картинок-то нету. Старты. И граммовки тоже. Наверное, готовить будут. Я возьму что-то, что не надо готовить. А что не надо готовить? Может быть, десерт? У них нет десертов. Нет десертов, серьёзно. Нас спросили мы на конференцию. Мы сказали нет. Нас пустили к служебному входу. Это случайно. Тёма с друзьями парковался. Совсем в другом месте. Сто миллилитров вина стоит пятьсот рублей. Нормальная цена. Авторские коктейли, кстати, интересные. А, 100 миллилитров? Ну, маргарита обычная цена. Да, 100 миллилитров. Вино же не пьют по 100 миллилитров. Обычная 250. Я немножко озадачена, прямо скажем. Чем ты озадачена? Ценами. Сырники. Я вчера ела сырники в каком-то месте. Топпинги мне подходят. Нет-нет, десерта нету, короче. А есть миндальная слойка. Денис с ягодами. Это в самом конце я нашла. Круассан классический. Ну, будет смешно, наверное, круассан тебе кушать в Кристофе. Но выбирай. Фирменный от шефа. Два яйца пашот. Лосось или розовицу. Зелёный салат. Хлеб с крем-чиза. Это бутерброд, по сути. Свежевыжатый сок. А скандинавский. Слабосолёный лосось. Назила на новом тесте. С мягким сыром. Может быть, скандинавский мягче. Но там нету. А что такое пашот? А ты не ел. Это яйцо, сваренное в смятку. Как яичница. Но не на сковородке, а в воде сваренное. Они не хотели давать нам меню. Они думали, что оно уйдёт. Вот это завтрак сладкий, как десерт. Прочитай. Бриошь со свежими ягодами и кремом маскарпоне. Это очень вкусно. Я же не ел. Так вот это нормальное. Я тебя отговариваю есть яичницу за 800 рублей. Я тебя отговариваю. Я тебя уговариваю поесть вкусно. Это очень вкусно. Оба варианта. И фирменная Бриошь. И вторая фирменная с фундучным мороженым. Одна с мороженым и карамелью, а другая со свежими ягодами и кремом маскарпоне. Давай возьмём два разных. Давай. Короче, эта булочка будет сладкая по-русски. Надо уже скорее брать. Нет, ну это ж почти готово. Не закончится ещё полчаса. Не заметили, оказывается, отдельная книжечка стояла с десертами. Как мы могли это не заметить? Мизерабль. Ты подними руку, они тебя увидят. Кофейное зерно мамочки. Ого, как интересно. Смотри, два мусса. Смотри, кофейный мусс с карамельно-ореховой начинкой. Смотри, как сделано. Как будто семечко. Так, может, ты десерт хочешь, а не эту бриошь? А я тебя сбила. Только десерт на завтрак. Ну, а потом пойти туда кушать. Вот тут что-то. И последний в этот день, да? Ничего себе. Вот это да. Я в шоке, Тёма. Мамочки, а десерт-то какой. Чё, кушаем? Или пойдём там посмотрим? Или кушаем уже? Давай. Кушаем, наверное. Компе посмотрим. Я же на твой всё сняла, но этот не сняла. Итак, мы завтракаем. Это салат. Это, короче, называется завтрак от шефа. Салат зелёный, яйцо пашот, тост и лосось. Вы что думаете, мы взяли две порции? Нет, это одна порция, мы её разложили. Нам дали две тарелочки. Но вот родная тарелочка этого завтрака, вот она огромная. И Тёма взял гигантских размеров десерт. Впереди второй ресторан. Нам сегодня очень трудно. 250 рублей. А где десерт? А, вот он десерт шоколадный бест... А, гости один, гости два. Они пробили, как будто бы тебе завтрак, а мне десерт. Ну, он тебе его поставил. Да-да-да, он мне его поставил, а мне не надо десерта. Как ваши впечатления от кухни ресторана «Кристофь»? У вас то есть очень вкусный десерт тоже. Конечно же, девочки, я должна снять для вас этот стильный туалет. Ну, он как бы типа такой стиль интересный. Прочувствуйте это. Минимализм и под старину. Что-то вот тут такие вставочки есть. Я подумала, что это плохой ремонт. Но такие вставочки есть периодически. Вы видите на полу? Это так интересно. То есть ресторан с таким ценником и с вот таким вот стилем. Очень гладко. Просто нереально гладко. Необычный стиль, прямо скажем. Что скажете? Так, а тут еще есть зал в этом ресторане. Как называется ресторан? «Кристофь». И тут есть зал со сладостями. Тема раздумывает. А ты наверх-то глаза подними. А вот, смотри. А вот, смотри. Нет, ну я столько не съел. Это меренга гигантских размеров. Любого цвета. Детская меренга. Ну что? Ой, Гарри Поттер, как мило. Давай возьмем вот это. Ну как же нет-то обязательно возьмем? А как мы довезем это? А ну тогда не возьмем. А мы сейчас спросим. А мы довезем по жаре или не довезем? Если с собой взять. Что там внутри? А, бисквит? Далеко. Все. А так эти кейк-попсы-то взяли мы? Снимаю на мой телефон. В общем, видовый ресторан. Оказалось, что он очень высоко находится. Даже не на втором этаже. И где же он этот третий? Вот этот второй. Вот, наверное, вот этот. Давайте пройдем. Сначала посмотрим. А может вот это уже? Это второй. Второй какой-то высокий. А просто потом вы уйдете, как мы туда спустимся. У них точно не работает лифт? Вы спросили? Да. О, боже. Нет, это очень высоко. Это не третий. Да ладно, я их спрошу, когда он починится. Да нет, это очень высоко. Я лучше спрошу, когда он починится лифт. Нет, лифт не починится, там другой вход есть. А другой вход с лифтом? Да. А, да? А там спустить, наверное, будет туда, да. Да нет, давайте там и зайдем тогда. Что сюда нести-то? Ну да, там сегодня есть вход. Есть вход с лифтом? Вот я знаю, говорю по нему, нет? Ну, так давайте вниз легче. Не надо наверх, потому что это очень тяжело. Не-не, не надрывайтесь, это кажется так. Потом все заболется. Этажи по три пролета. Необычные. Тёма, есть второй вход, говорят, с лифтом. Второй вход. Да. Но мужчины хотят помогать. Вы, наверное, очень сильные. Обычно все так корячатся. Давайте отдохните чуть-чуть здесь. Отдохните, отдохните. Мне страшно. Считается, что третий этаж. Но на самом деле он не третий. На самом деле по три пролета. Без тратений. Страшно? Тебе страшно? Нет. Тебе нет? Да, ты сейчас как подчеркну. Да, да, это точно. Да, спасибо. Сейчас отдохнём. У Тёма, у тебя сегодня счастливый день. Ты должен им обед заказать. Да, пожалуйста. Спасибо. Даже не идёт сюда? Давай я тебя здесь сфоткаю. Вот этот ресторан. Вот вывеска, кстати. Я выложу вот цепи. По-любому. Без вариантов. Всё. Переезжаем в Приморский район. Вас можно снимать? Да. Спасибо. Так достаточно? Да, спасибо большое. Мы сидим прямо около лахта-центра. С цветочками. У тебя цветочки интересуют? Да. Так, девочки, мы с вами в мятном зале. Ресторана Мэйлз. Путь, в который был не очень лёгкий, но... Путь, путь, говорю, не очень лёгкий был, но мы его преодолели. Конечно, не сами. Там Финский залив, я так понимаю. Тёма, ты видел цены? Или ты ещё сидишь, расслабляешься до сих пор? Мне пока чай искали. Я немножко случайно увидела меню. Может быть, нам пора? Девочки, куда он меня привёл? Ну нет, это всё были напитки просто. Поэтому такие страшные цены, что я просто напугалась очень сильно. Мы прожираем квитанции. Да, мы прожираем квитанции. Я так и поняла. Так, итак. Я не хочу есть. Я абсолютно сыта. Мы в ресторане Мэйлс. Мэйс? Мэйс. У нас уже был завтрак. И теперь у нас должно быть что-то другое, не завтрак. Ну, по-моему, у меня будет только чай. Тебе не кажется, что будет только чай? Мне кажется, что ты можешь заказать всё, что ты... Вареники. Не-не-не, Тёма, я не смогу это есть. Холодный суп. Полторы тысячи. Ты знаешь, холодный суп – это вкусно. Паста горячая. Может, найти рыбу. Хэндроллы есть. Вспомнили про хэндроллы. Вот роллы. Так, сейчас. Тут просто кабельщик написал. Ну, кабельщику нельзя отказывать. Ты же понимаешь, иначе ты не будешь в таких ресторанах. Он просто нетепеливый. Он, наверное, сражает чуть-чуть. А ты весь процесс на какой телефон снял? Весь процесс я умудрилась снять на свой телефон, потому что у меня новый чехол. И при закрытом чехле не видно, что я снимаю. А куда делись эти мужчины? Они ведь, по-моему, не посетители ресторана. Там вот это монаш какой, мусульманка стояла. Ну, уже тогда, наверное, не пойдем, она ребенка сказала. Форель. Они собирались сюда идти, но передумали. Форель. Видимо, мы сожрали их время. О, я нашла десерт. Нет, не страшно. Мы не спросили, как та конфетка называлась в десерте в том ресторане. Мне идет надпись Мэйс. Ну, очевидно, их можно кушать. Саши мета сырое? Саши мета сырое, да. Почему нельзя попить чай в ресторане? Надо что-то попробовать. Совершенно не обязательно. Ну, нет, ты как хочешь. Тебе поесть-то можно, нет? Некогда. Ну, раз просят, то выстаю. Да ладно, я себя сфоткаю где угодно. Да, в этот раз попалось пять креветок. А-а-а, ничего себе. Побольше. Что это? Это креветки? О, боже. Спасибо большое. И карпаччо огромное тоже. То есть больше моей руки в два раза карпаччо. Ну, так тогда это стоит того, такие порции. Я в шоке, Тема. Я вообще в шоке. У нас свежий молот для вас потребуется. Мама, нельзя. Не доедать, нельзя. Можно. Я сговорю, можно не доедать. Я сговорю. Да, в общем, Тема пытается показать. Да не бойся, шевелись, что она гигантская. Они не переваренные, поэтому вкусные. Нет, не очень разваренные. Да, ну давай жуй. Она с гинзой договорилась. 9 июня где? Старая шея выдала мне. Старая шея. Тебе кто-то написал комментарий? Нет, я сама себе написала комментарий. У меня теперь чехольчик с подставочкой. Можно удобно снимать видео за столом. Селфи. Да, могу забирать. Очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо. Я пропустила потолок. Пора бежать. Нам у нас детки в лагере. Мы задержались на час дольше. И я написала сообщение, что прошу продленку один час. Сейчас мы будем доплачивать еще за полигончики. Сегодня обещали опасную ситуацию, связанную с погодой. Смотрите, что я наблюдаю. Только что мы видели с вами голубой залив, а сейчас залив стал коричневым. Это значит, что там очень сильные волны. Сейчас полетет дождь. Смотри, я увидела тучу. Нам надо ехать. Так, мы видим ураган. Уже пылищу. Уже все стало плохо видно. Вообще жутковато стало чуть-чуть. Тихо. Опа. Тома маленькая радость. Он сидит, светит. В общем, он расплатился своей картой металлической, чтобы вы понимали. Это карта Мир Суприм. Она металл, а не пластик. И ему дали в счете рекламу этой карты. И у него будет, оказывается, кэшбэк 7%. Представляете? И он весь суперкрутой. Мы как-то очень дешево сходили. Я ожидал, что мы за нее наливали за больше. Ну, похвастайся. Чтоб мне никогда уже донации не перевели в жизни. Скажут, ее вообще сын содержит. Он что, сейчас скидка 500 рублей. В United Barchets сидим обычно не меньше, чем на 5. Ну, так это вы сидите, а я-то не сижу. А, мы с тобой не будем в United Barchets. То есть мой чай стоит 500 рублей, креветки полторы и лосось тысячу. Да, круто. Это мой пакет шуршит. Все, как белые люди. Смотри-ка. Почувствуйте разницу, да, называется? Прямо у нас. Ой. Так, у нас приключение. У меня камера включилась, но закрылась. Моим чехольчиком теперь. Короче, дорогие друзья, какие-то чудеса происходят. Нас вывели. Это называется... Как это здание называется? МТС Лайф Холл. Как? МТС Лайф Холл. МТС Лайф Холл. Но сейчас начинается ураган. Если вы меня слышите, МТС Лайф Холл. И нас провели через весь этот... Через все это гигантское здание огромное. И включили... Ну, то есть довели нас до того места, где лифты. Ничего нам не включили, а лифты рабочие. Просто они в другом месте расположены. Все было очень мило, весело, вежливо. Ой, какой ураган. Мне прям страшно. МТС Лайф Холл. МТС Лайф Холл. Вот оно какое-то здание. Там проходит конференция, на которой был Тема. И его друзья его не повели в рестораны в эти. Да, у него незакрытый гештальт случился. И вот мы ходили закрывать гештальтчики. Теменный. Тема, мы закрыли твои гештальтчики? Ну, слава богу. Смотри, вот тут хороший вид очень. Где Харлик Дэвидсон. Все вообще круто. Ты не уезжай без меня-то. Куда ты едешь? Так. Давай, держи. Да не надо. Пакет держи с булками по 100 рублей. О, какой вид офигенный. Ты мерзнешь, что ли, так? Боюсь. А, боишься? О, там Харли Дэвидсон выехал. Давай. Снял с тормозов? Да. Мамочки. Вот мы тут такие едем, едем. Наши дети в это время в полиглотиках. И мы опаздываем уже, по-моему, не на час, а больше, чем на час. Вот он, Мэйс. И вот, собственно говоря... А, так это была пекарня-то от Кристофа. То есть мы купили это не в Мэйс, а в Кристофе, получается. Ну, конечно, да. Или нет? Да, похоже. Не знаю. Или это пекарня... Да, это пекарня Кристофа. Это совершенно верно. И вот он лифт, который было написано «лифт закрыт». И мы, получается, попали вот здесь вот, а внутри этого гигантского здания есть много лифтов. И нас провели сквозь закрытые там трибуны, поверху, где вот конференции проходят. И провели нас, провезли нас на лифте до самого низа и проводили под белые ручки. Да. Осталось нам попасть в полиглотики. Так, жары как не бывало. Добро пожаловать в наш обычный Питер. И мы забрали детей, возвращаемся домой. Где там дети? Не знаю, выгибают. Дети пробыли в полиглотиках на полтора часа больше. А эти дома как называются? Михайловская дорога, дом что-то там 14. Михайловская дорога. Дом 14. Это один дом. У него вот единый фундамент. И в нем очень быстро открылись миллион магазинов внизу. Ну, потому что дома подороже. Вот так. Люди подорожены. Это ЦДС. О, вкусвилл, смотри-ка. У них открылся вкусвилл. Мы же каждый раз его проезжали. Нет, мы тут вот ходили. Он здесь закрылся, а дома открылся. Торшочек варим. Короче, вы видите, вот эта стоит 105 рублей. И она больше моей ладони в два раза. То есть обычная булочка 50. Получается, это так же и стоит. Но она нереально воздушная, сладкая и очень вкусно пахнет. Вот эта меренга. Вот, мне ее не накрыть своей ладонью. Она больше ладони. Толстая, огромная меренга. Это булочки по скидке. Значит, так они стоили по 190 и 180 рублей. А так в половину. Я считаю, в половину нормальная им цена. Это миндальная булочка. Это какой-то брюшер, брюшер, бриош. О, бриош, точно, это бриош. Короче говоря, что-то невообразимое. Ну, мы, наверное, не будем никогда в этом ресторане. Поэтому набросились на сладости. А это Тёма себе купил. Началось все с этого пирожного. Да, Тёма, отстань ты от него, но дай ты ему отдохнуть. Вот это купил Тёма. Это каких-то нездоровых денег стоит. Это маленькая вещь. Как вам показать. Сейчас мой пальчик, меньше пальчика. А как же мне это вынуть-то, не знаю. В общем, орехово-шоколадное. По-моему, просто называется орехово-шоколадное пирожное. Объедаться сейчас будем с чайком. Вот мы вернулись из полиглотиков. Тёма заплатил полторы тысячи рублей за то, что они там пересидели два часа. Вот так погуляли. Хочу снять, что Даня не ест наши булки, а ест грушу. Булки реально божественные. Всё, мы уже их попробовали. Меренгу будем как-то ломать. Ну, у тебя каждого вида булочки по куску. С вашего позволения. А теперь меренгу, а я его засыплю. Короче, это влог про еду. Медленно показывай. У Дани и с Викой сегодня в полиглотиках была тема анатомия. А второй-то, что у тебя не работает пакетик? Да так всегда. Это, наверное, мои лёгкие. Они не работают. О, Тёма, посмотри, он ко мне пойдёт. Вау, круто. Макет сделали сами. Макет ещё большой было, но не надо так. Не надо так. Туда подальше, чтобы я тебе сняла. Круто. Ну, креативит, наверное, на ресепшене, которая Катя. Ты спроси завтра Катю. Это вы всё придумали? Или это бедные учителя, педагоги придумывали? Лёгкие. Вот мне надо такую искусственную штучку, чтобы не дышать. Это вообще самый настоящий противогаз. Это противогаз. Это макет лёгких. Вот так вот всегда. Покажи, покажи. Да поверни же. Это чей скелет? Это мой. Это Вик. Малышка. А рта нет у них? А в вашей группе были лёгкие, да? А у Вики что вместо лёгких? Что-то было? Тебя опять снимать нельзя. Попроси ёпочку, деточка моя. Что было вместо лёгких? Что-то делали? Какой-то макет или поделку ещё? Не скажешь. Не скажешь, почему? А на тебя не по полной, если не скажешь. Почему не скажешь? Ах, господи, иди спать. Также, помнишь, мы в коммуналке хотели к девочке в комнату, но она сказала, я вас не пущу, потому что меня девочка обидела в садике. Да, Даня пытается сказать, что логика женских обижалок, она потерялась на самом ранней стадии. Связи никакой. На кого-то обиделась, что-то случилось, а с вами не буду говорить. У тебя тоже бывает, что вообще... У меня не бывает. Не понять, на что ты разозлилась. На вас разозлилась. Не сомневайтесь. Ну что, дорогие друзья, меня вырубило на три часа. Я спала с пяти до восьми. Это очень-очень тяжело. Постоянно эмоциональное перенапряжение. Мы с Тёмой должны были постоянно просить, чувствовать неловкость за то, что нам не проехать мимо столиков. Нам двигали стулья, беспокоили других посетителей, носили Тюму на руках и так далее. Видимо, я просто истощилась и просто выключилась, как только мы привезли детей домой. Но сегодня я почувствовала вкус денег, дорогие друзья. Я теперь знаю, что деньги – это комфорт. Я и раньше это знала, но не до такой степени. Сегодня, пока мы болтались по ресторанам, кстати, очень было мало времени, мы выехали в 11.30. Хотели в 14.30 вернуться за детьми, но не вышло. Вернулись в 16.00 почти, что-то не знаю во сколько. Короче, у нас было очень мало времени ехать туда, ехать обратно. Это почти по часу. И там быстро-быстро. Но в ресторанах не бывает быстро-быстро. Так вот, что я хочу сказать. За это время мне звонили разные люди и говорили, как сегодня жарко и душно, какой тяжёлый день. Мне прямо нечего было сказать, потому что мне везде было прохладно. Повсюду нас окружались шикарные кондиционеры, вкусная еда, улыбчивые люди. И это какой-то другой мир, конечно. То, что нам просто организовали спускание на лифте – это чудо, потому что это вообще не лифт ресторана. То есть они вызвали начальника охраны. Начальник охраны всё решил, вызвал охранника. Нас проводили через весь какой-то гигантский… Ну, как концертный зал. Если кто не знает МТС-холл, то это как концертный зал по типу ледового, но поменьше. То есть там вот так кругами трибуны, трибуны вызвали. Нас провели там везде. Где спустили на лифте прямо к выходу, подсказали, где лучше, как пройти до машины. Потому что там сейчас вообще мы чудом заехали. Там сегодня никаких мероприятий нет. Когда мы въезжали, нас спросили, что вы на мероприятии. А, нет, подождите. Когда мы въезжали, никто ничего не спросил. Мы нажали кнопку «Оператор» и нам сказали «Открыто». Мы чудом заехали. А потом мы не знали, куда, и спрашиваем людей на улице «Скажите, а где ресторан?» И мы не помнили название. А нам говорят «Вы на мероприятии?» Мы говорим «Нет». Я говорю «Мы просто…» И на нас так устали. То есть мы заехали со служебного входа. Соответственно, когда мы вышли из лифта, мы вышли из здания концертного зала, в котором нет мероприятия. Мы вышли совсем с другой стороны. Куда идти, как нам уезжать, непонятно. Нам объяснили, куда обойти вокруг очень много. И мы попали туда, где служебный вход. В общем, Тёма сказал, что когда они были с мальчиками, они были через дорогу. Они его везли через дорогу тогда на эту концертную конференцию. В общем, всё им было неудобно. Каким-то чудом мы просто заехали, и всё. Поэтому нам всё объяснило. У меня что хочу сказать, какой контраст с той ситуацией со школой. Есть ли тут люди, кто смотрел недавно ситуацию со школой, когда нужно было включить лифт и подняться на второй этаж. Нам хамили, ругались на нас. В принципе, говорили те же слова. Идея была та же, как и здесь. Только нам грубили. Что вы должны были позвонить, заранее предупредить. Тут, когда мы уже уходили, нам очень вежливо персонал, улыбаясь до ушей, сказал, что мы обязательно вам включим лифт в следующий раз. Не нужно будет вас нести. Только обязательно снизу нам позвоните. Всё сразу же решится. И если не сможете позвонить заранее, прямо тут позвоните. Найдите телефон. Вот и всё. Идея та же, что мы должны были предупредить. Мы же не знали, что здесь написано «лифт закрыт». Мы не подумали, что это значит, что для нас лифт есть. То есть лифт закрыт, и тут люди какие-то подбежали. Сказали, мы сейчас вам поможем. Я говорю, не надо, это очень тяжело. Они всё равно подняли Тёму, и персонал был в шоке. Когда мы уходили, когда мы уходили, не знаю, вдруг я мешаю детям спать. Но вроде нет. И мы увидели этого мужчину, который нес Тёму. Два кавказских мужчины несли Тёму. Они были довольно невысокого роста и выглядели довольно худенькими, хлюпенькими, слабенькими. Они были настолько сильны, что обычно, когда Тёму поднимают два мужчины, они очень-очень устают. Это видно. Тут просто вообще. Либо это такое самообладание. Это был не третий этаж. Как указано везде, что это третий этаж. Это не третий этаж. Каждый этаж был выше. У него было три пролёта, не два. Что там скрипит у меня? Таким образом, они подняли его, как будто бы на пятый, что ли, или на шестой. В общем, очень высоко. А что такое тут? Сейчас без пяти девять. А, это у меня в окошке. Что такое? Не знаю, как будто бумага летает. Всё открыто. Жарко, действительно, жарко. Сейчас девять вечера. И все уже спят всё-таки. Все спят. Мне показалось. Короче говоря, это были очень сильные мужчины кавказской наружности, которые, как выяснилось, они не были знакомы между собой. То есть, один шёл с семьёй в ресторан, а другой то ли проходил мимо, то ли что. Они нам помогли. А потом, даже не попрощавшись, один убежал, потому что они, оказывается, незнакомы. И когда мы уходили, мы увидели второго с семьёй, с маленьким ребёночком и с женой за столиком. Мы подошли к нашему официанту, сказали, что у нас новая идея, и мы хотим отблагодарить эту семью. Я говорю, Тёма, закажем что-нибудь. Тёма говорит, хорошо, давай десерт, девочки. Мы говорим, давайте мы закажем что-то. Они такие, что вы, что вы, мы их отблагодарили. Я говорю, как вы их отблагодарили? Говорят, мы им предложили напитки и десерты за счёт заведения. Это ресторан Миллс, ресторан Миллс, второй, в котором мы были. Напитки за счёт заведения и десерт. Но они отказались от десерта, взяли только напитки. Ребята, я в шоке. Вы видели винную карту? Там 100 грамм стоят 500-600 и дальше сколько хочешь рублей. И им дали за счёт заведения напитки за то, что они помогли инвалиду, подняли его на руках, на такой высокий этаж. И ресторан вообще не должен был их благодарить. Вот. Короче, я в шоке. Вот такое чудесное место мы. Извините, что мелькает клетка. Мы посетили. И нам было дико комфортно. И в машине везде, и когда приехали за полиглотиками. В общем, кондиционер – это какое-то счастье. Надеюсь, мы не постудились. Что? Да. Не спят. Даня зовёт. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Но психологически это очень-очень тяжело. У меня новая футболочка от Фикс Прайса. Вот. Сейчас вы подумайте. Сейчас зайду. Я говорю, Тёма, мне никогда никто больше не пришлёт донации. На самом деле, дорогие друзья, никакого отношения Тёмины доходы ко мне не имеют. И когда-то я вам показывала, как он покупает продукты. Продукты он уже не покупает. Ему как-то это не очень интересно, так сказать. Вот. Смотрите, как светло. У меня ведь вечера вот так светло у нас. Прямо девять вечера. Вот. Тёма покупает угощение. Да. Он не жалеет. Он покупает угощение. Покупает необходимые вещи. Такие, как там, ну, первые необходимости. Например, чай. Ну, в таком духе. На самом деле, нас сейчас просто кормят полиглотики. Дети приносят. Вы меня прорвало-то поговорить. Думала, сейчас два слова скажу и выключу. Дети приносят свой обед недоеденный. Кушают его на ужин. И нам совершенно даже не нужно заботиться о пропитании. Но я-то ещё не смогла перестроиться за четыре дня. И всё равно покупаю им фрукты. Всё лежит. Вчера я выкинула фрукты. Они сгнили дотла, потому что жарко. Вот. И у нас действительно забитый холодильник. Сейчас эти булочки никто не стал есть. Дети сыты. Они съели сейчас из полиглотиков второе. Пюре и котлетку. Вика, Даня, пюре и мою курочку, которую я готовила. Вот. То есть я ещё и готовлю зачем-то. Короче, булки никто не стал есть. Мы поели. Да. Я не подумала. Надо было вообще ничего не покупать на время полиглотиков. Всё. Мы бы спокойно обошлись вечером яблоками, грушами там и мороженым. Я что-то покупаю, что-то переживаю. Помидоры и огурцы порезала с утра. Помидоры не съелись. В общем, я не успела сообразить, что настолько дети мало едят, что им этого обеда будет на ужин хватать. Так что, дорогие друзья, у Тёмы всё тьфу-тьфу-тьфу-тьфу неплохо. Тратить он хочет деньги в ресторанах по поводу квитанции. У нас очень большой конфликт по поводу оплаты счетов. У нас очень большой конфликт, вплоть до того, что об этом нельзя уже заговаривать. В общем, Тёма молодец. И каждый тоже может спокойно научиться настраивать рекламу или что-то другое, даже не выходя из дома, если у вас есть мозги. У меня не очень с этим делом. И он меня пытался научить. Я могу только узкие задачи, коротенькие выполнять. Слушайте, у меня ожидания. Всех люблю. Всех всего. Всё. Пока-пока. Не забудьте написать коммент.